Здравствуйте! С вами канал Вкусной Огород Барнаул. Сегодня 4 июля и направляюсь собирать очередной раз баклажаны. Баклажанов у меня всего ничего, но тем не менее они начали поспевать. Растут баклажаны в этом сезоне в тепличке. Вот видно всего у меня 10 растений, 5 сортов, но потихоньку, помаленьку плодики начали поспевать. Собрано уже 6 штучек. Поспевают в основном сорта эпик и король севера, остальные только завязываются. И вот сейчас посмотрел, вроде бы можно сорвать еще несколько штучек. Поспевают баклажаны пока понемножку, по одному, по два, один раз по-моему три штучки срезал. Но все-таки оставлять их на кустиках смысла нет и надо собирать. Ну что ж, посмотрим что тут есть. Вот это сорт эпик. Срезать баклажаны удобно обычным секатором, что сейчас и буду делать. Так, вот вроде бы плодик. Да, наверное, самое время его срезать. Так, вот он. Ну потом соберусь, сначала срезу. Вот такие маленькие, наверное, срезать смысла нет. Вот один плод всего на этом растении. Так, здесь я, по-моему, уже срезал недавно. Здесь ничего нет, это тоже эпик. Вот это король севера. Так, что здесь у нас? Да, есть подходящий плодик. Вот он. Вот. Так, вот подрастают еще несколько штук. Но это еще маленькие. Вот видно, их уже побольше будет. На другом кустики, король севера, тоже есть нормальный плодик. До большого размера плоды я стараюсь не доводить. Они становятся менее вкусные. Так, ну похоже тут все. Теперь идут другие сорта, которые я еще даже и не срезал ни разу. Вот это вкус грибов. Белые баклажанчики. Вот они завязались. Ну, по-моему, еще маловаты. Можно один срезать. Хотя нет, какой смысл. Пусть чуть-чуть подрастут. Так, на следующем кустики. Здесь тоже самое. Что-то плодов не видно. Так, вот это сорт вера. Тоже пока не было баклажана. Ну, тоже, наверное, маловато еще. Нет, здесь пока срезать ничего смысла нет. Хотя завязи имеются. И сорт Бибо белоплодный. Тоже еще пока плоды маловаты. Вот они. Хотя, ну, один срежу. Просто беленький. Для интереса посмотреть. Уже можно использовать и вот такие. Вот так вот пока поспевают баклажаны. То есть в небольшом количестве. Симпатичный баклажанчик. Беленький. Это гибрид Бибо. Ну, и завязи еще немало. Вот видно. Баклажанов немного. Так что весь урожай, ну, можно считать, что минимальный. Сейчас плодики разложим и посмотрим. Всего, по-моему, четыре плодика. И то три нормальных, ну, а один маленький. Вот такой скромный сбор баклажанов за один раз. Конечно, баклажаны только-только начинают поспевать. Это понятно. Но понемногу все-таки их уже собираем. Это было уже шесть штук. Здесь четыре. Уже десять плодиков снято. Так что баклажаны пока плодоносят первыми. Нет спелых ни помидоров, ни перцев. Только баклажанчики. Вот их небольшое количество. И они плодоносят. Сейчас можно провести уже некоторые работы очередные. Что я делаю в эту пору? Можно удалять нижние листья. Ну, а посынкованием особо я не занимаюсь. Как правило, удаление нижних листьев дает уже достаточно хороший эффект, чтобы получать более-менее нормальный урожай. Баклажанов много нам не надо. Так что такого количества вполне хватит. Ну, а перцы, к сожалению, пока только наращивают плоды. Спелых нет. Ну, хотя можно, конечно, даже и сорвать уже вот такой. Алибаба, например. Он уже в технической спелости. Но лучше дождаться, когда он покраснеет. Вот такие пока результаты. В конце пожелаю всем хороших баклажанчиков и других культур. Всем всего самого доброго. До свидания.